31 января 1943 года – одна из самых важных дат в жизни нашего города. Именно в этот день, 72 года назад, станица Белореченская была освобождена от немецких захватчиков. Завершились 170 дней оккупации. За это время фашисты замучили и убили около полутысячи человек, уничтожили железнодорожный узел, взорвали мосты, разрушили колхозы и совхозы, сожгли все кирпичные здания. Активное участие в боях за Белореченск принимал ветеран Великой Отечественной войны Петр Донченко. Он рассказывал, что в Белоречку он попал с боями. Дело в том, что в это время было все очень плохо. Немец плотно сидел и отступать отсюда не собирался. Получилось так, что нашим войскам пришлось отступать до Обширонской. Тяжело они отступали, теряли своих товарищей. Но когда уже дошли до Обширонской, отступать было некуда. Стоял вопрос так. Или они освобождают, или полностью могут погибнуть. Не так давно ушел из жизни Владимир Платонов. Он в далеком 43-м составе регулярных частей Красной Армии освобождал станицу. Но в живых остаются те, кто во время Великой Отечественной войны на разных фронтах защищали Родину. И наш долг помнить о каждом из них. В преддверии 70-х годовщины Великой Победы активисты общественной организации «Боевое братство» запустили новый проект под названием «Эстафета памяти. Живая история». В его рамках они встретились с ветеранами, живущими на территории района и записали их воспоминания на видео. Мы хотим увековечить воспоминания именно белореченских ветеранов, потому что проходят годы. Многие ветераны уходят из жизни. А вот история, вот эта живая история, эстафета памяти, она остается. И вот мы, как ветераны боевых действий, мы являемся носителями. Мы принимаем их воспоминания и мы будем их передавать молодежи, нашим, так сказать, следующим поколениям. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто не жив, и тех, кто не жив. Кто будет потом. Пошли за город гулять все. Попадом все. Любили друг друга. Весело было, хорошо. Одеты тоже хорошо. И идем с ребятами, смеемся все там, с цветами. И смотрим, попадая с жившими, все плачут. Одна плачет, вторая и третья. Ну что это такое, все плачут. Подходим к городу, а нас уже ищут. Вы что ведь? Война началась. Господи, как это, как зерно сеял, расстреливал эти. Ага, мы что, с винтовками, ручной пулемет у нас. Ну и вот мы, значит, залегли и начали ползти. Он нас бьет. Положил, потом минометами. Вот лежим, глянул туда, прямая, как стрела. Шоссейная дорога, брусчатка. Не асфальт, выложенная брусчаткой. И вот эту нужно дорогу форсировать, чтобы выбить немца. Дальше окопы немецкие. Потом речка, за речкой лес, и там уже то немцы. И тут это в селе. Они в селе. И вот мы, поднять голову не поднимешь, он бьет. А командир вперед! Мать-перемать! Там ласковых слов не было. Вот вам хочу сказать. Ага, вперед! Вперед! Я даже не помню, каким я образом. То ли я, чей переполз через эту дорогу, чей я перепрыгнул через нее. Короче говоря, он на этой дороге наложил нас, как снопок. И он пристрелялся, и знаете, бьет, наверное, с пулемета. С автоматом так не было. Наверное, смотрю, бьет по... Она же чуть-чуть это. И он бьет по камням. И от камней вот этих на дороге искры сыпятся, как вам приходилось, видите, нож точат. Аналогия. Вот так искры сыпятся, а нам нужно форсировать ее. Не помню, каким путем я пел из этого. Вот он. Ну, переполз. В ту сторону Терека стоял, а мы по эту сторону. И высота была. А я высоту забрал. А тогда днем ее никак нельзя. Надо артиллерии. Артиллерии стрелять нечем было, хлопчик. Стрелять нечем было. Ни миномета, ни пушек не было. Ни 45-х не было. Не, все было. Пушки были. Вот сродов все минный был. Снаряд, нет, снаряд. Потому что его не давал ходу. Он за машиной гонял, рамы, различные шалоны бомбил. Машины, все. Вот такое дело. Так мало того, чтобы дверосы нас собрали, вот все, понятно. И ночью приказали нас, чтобы ту высоту взять. Не перевязывать, никого не подбирать. И, значит, сзади санитары подберусь, перевяжут и все. И вот, я все, мы на ней ранили, а все, ребят, кто много, попал. И наши, наш родственник попала, четвертый. А третий, как стрелял, высота была. И попала ночью, что, девяносто часов, понятно. Мы нашли ваш наградной лист о награждении вас медалью за отвагу. Вот, под Моздоком. Вот, что правило. А здесь станица Моздок, и в станице Моздок. Да, да, тогда станица была. За первую пробу отдали медаль за отвагу. Да, 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 вот, все, вы сейчас тут. Это выж тогда, как раз, я смотрел по наградному. Тогда из винтовки уничтожили, значит, командира группы немцев. И подняли тревогу, и остальной взвод, да. У меня был наградный. Потом, когда Новороссийск мы освободили, когда мы его освободили 16 сентября, а 20-го уже у нас часть батальона нашего, я в 146 батальона, сколько их было, высадились в Анапу. Вот, вот, и мы тоже, когда, с 24-го, ну, до 24-го мы три раза пытались выйти, но у нас все время выйдем, вот, в открытое море. То подобьют эти немецкие катера, эту, наши мотоботы, в которых пехота сидела. Или шторм большой, чтобы нельзя ехать. Мы аж высадились 26-го сентября только на Бугас, Бугасскую косу, такая там. Это там хутор Веселый, сейчас он на Янтарне называется. И вот там мы высадились на берег, половина по топливу, он подготовился встречать нас. Ну, это на перереже мы выступили, он же в Крым отходил. Вот, проскочили мы уже один, второй проскочили, уже третий свободно. Уже я вижу, это проволока такая немецкая намотана, все, и это, слышу мне ногу, что-то, и мне ранило. Я упал наузнеч. Вот, но я заметил, как перед этим, там большая воронка была от бомбы, Упал моряк, тоже один, ну, я тоже помню, как его в запасном учили, носом по земле ползу, тоже сюда, в эту траншею, сполз сюда, там этот белый, как стена лежит, он прострелянный так насквозь, это он стемнолетский парень был, был убитый. Потом, как только стемнело, пошли эти санитары, меня нашли в этой воронке, положили на палатку. Прошли всю Украину, Белоруссию, Польшу, вот, и дошли вот до Германии, вот, и 20 метров от Тристага, повставали с танка, и кто куда, а тут нам говорят, с пятого этажа, фавус, прямо в танк. Танк загорелся, все в шуршу, кого убило, кому ногу отбило, кому руку отбило, кого совсем никого не было. Если у мамы спрашивали, это младшая сестра, Таиса у нас, так у тебя, как, чтобы тебя все четверо воевали, и все четверо пришли? Вот, она им, как это моя сестра говорила мне, говорит, я их всех вымолила у Бога. Надо ориентироваться так, на религию, на нравственность. Без религии, без нравственности, без культуры образования человека в религиозном тоне нам не подняться. И Россия, если вы хотите, стоит и стояла только на религиозной основе, запомните это. Будьте здоровы, честны, добросовестны и не теряйте своей Родины. Дорогие ребята, берегите нашу облику, которую мы отцеляли. Она дорогая для нас. День Победы Как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы Этот день Победы Порохом пропал Это праздник С седелою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Субтитры создавал DimaTorzok